Привет, друзья! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю сырники с рикоттой. Что же такое сыр рикотта? Вот у меня он в такой упаковочке. Сыр рикотта это традициональный итальянский сыр, который готовят из сыворотки других сыров, таких, например, как моцарелла. Рикотта содержит в себе большое количество минералов и витаминов и небольшое количество жира. Заменить его можно привычным для нас творогом. Какие же продукты нам понадобятся для приготовления наших сырников? Это сыр рикотта, конечно же, щепотка соли, одно яйцо, мука, сахар, экстракт ванили. Экстракт ванили это по желанию и растительное масло. Полный список ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. В емкость выкладываю сыр рикотта и одно яйцо. Добавляю 2 столовые ложки сахара и хорошо все разминаю вилкой и перемешиваю до однородности. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили и 40 грамм муки. Муку я рекомендую добавлять постепенно, не все сразу, потому что затем нам понадобится еще мука для того, чтобы сформировать наши сырники. Подсаливаю тесто и еще раз хорошо перемешиваю. Вот я смотрю, что консистенция муки еще недостаточно плотная и добавляю еще одну столовую ложку муки и хорошо перемешиваю. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто плюс-минус. Затем присыпаю стол мукой и выкладываю тесто на стол. Из теста буду формировать колбаску. Я советую быть осторожным в добавлении муки в тесто, потому что у всех разная мука и разного размера яйца, чтобы тесто было не забитое мукой. У меня в общей сложности и на присыпку стола и на тесто ушло 90 грамм муки. Затем колбаску делю на 6 равных частей. Вот я взвешиваю, чтобы получились у нас сырнички красивые и чтобы они были примерно все одинакового размера. И начинаю формировать. Формировать, конечно же, формируйте по своему вкусу. Можно помогать ножиком, вот как я вам показывала. Можно вот так немножко помогать руками. Я же решила сделать вот такой небольшой узорчик. Посмотрите. Не знаю, как этот узорчик будет смотреться после того, как я их обжарю. Посмотрим в конце. И вот опять продолжаю формировать дальше. Помогаю руками. И вот таким образом, с помощью подручных средств, делаю вот такой узорчик и выкладываю уже сформированные сырники на блюдо. Смотрите еще больше рецептов на моем канале и подписывайтесь на мой канал. У меня рецепты вкусные, проверенные. Новые видео выходят два раза в неделю. Все сырники сформированы. Разогреваю сковороду. Хорошо ее смазываю растительным маслом. Выкладываю сырники на разогретую сковороду. Немного уменьшаю огонь и обжариваю сырники по 2-3 минуты с каждой стороны. Когда сырничек зарумянился и схватился, переворачиваю его на другую сторону. Посмотрите, какие они пышные и румяные у меня получаются. И получаются они очень вкусные. И причем все полезно. Готовые сырники перекладываю на блюдо. Блюдо можно перестелить салфетками, чтобы впитался лишний жир. Подавать сырники можно со сгущенным молоком, вареньем, медом, нутеллой. Все на ваш вкус. Как и обещала, сейчас я вам покажу, какой получился узорчик. Посмотрите, узорчик не очень хорошо просматривается, потому что мы их обжаривали на сковороде. Поэтому, если вы хотите, чтобы узорчик просматривался хорошо, то я рекомендую выпекать сырники в духовке. Посмотрите, какие они получились внутри. Получаются они не сухие, не забитые мукой. Смотрите осторожно, как я уже говорила. Еще раз подчеркиваю. И очень вкусные, отличный завтрак для всей семьи. Если рецепт вам понравился, ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии и отзывы. Я очень рада, когда вы мне пишите ваши отзывы. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами!